наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте вам здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям несмотря на то что выборы во всяком случае результатов выборов окончательных еще нет и мы не можем назвать джо байдена президент elect в соответствии с законами но тем не менее байден формирует свою команду вот о команде о том кого он намерен пригласить в эту команду если можно давайте поговорим совершенно верно тема она в ближайшие месяцы так или иначе тоже будет важный вне зависимости от того окажется байден там где нам бы не хотелось чтобы он оказался отправиться на пенсию или на встречу с избирателями так это назовем тем более видите уже начал ломаться по частям но как бы то ни было благодарю поля новолкова за помощь подготовки выпуска и знаете напомню что люблю я жанровое кино не только американское но и европейской и азиатской какой угодно фильм ужасов тоже люблю и фильмы про зомби и вот глядя на то кого набирает себе в команду байден ну конечно не сам байдена его в свою очередь советники то вспоминаются мне как раз фильмы про зомби когда вроде бы все казалось бы мы про них забыли и сочли что все это публика благополучно захоронена на политическом кладбище лево-либерального эстеблишмента но вот байден их поднимает и собирается бросать на всех нас более напомню зомби это как правило агрессивная публика фильм и если учесть что и голосуют за байдена очень часто уже люди не очень живы то такие вот ассоциации с хоррорами с фильмами ужасов они на мой взгляд вполне оправданы ну и можно еще вспомнить был такой комикс и по нему тоже выходил фильм даже помню сериал фильм правда считается не очень удачный называется болотная тварь и в этом смысле если мы вспомним с вами что эстеблишмент сравнивают с болотом то и здесь ассоциации вполне оправданы но я уж с вежливостью буду ссылаться на зомби они на тварей пока а там посмотрим кем вся эта публика окажется всех я вам конечно потенциальных номинантов на ведущие посты не характеризую на сегодня лишь некоторые которые наиболее обсуждаемы или которые лично у меня вызывают наибольшее отвращение но потому что извините симпатию меня пока я не вызывает никто может там 12 какие-то спорные персонажи но не более того естественно на первый план сейчас выдвинут блинкин энтони блинкина потому что он должен вот являться образцом центризма это что и должен представлять меньшинство и то что как бы то ни было потомок жертв холокоста и общался с республиканцами так или иначе и с кем угодно и произрастает пустил глубоко корни в этот самый пресловутый дипломатический эстеблишмент там на гитаре играет вроде как футбол тоже самое играть умеет но просто очаровательная личность ну у меня это очаровательная личность вызывает ряд сомнений во первых по той простой причине что он повторяю это плоть от плоти кровь от крови можете продолжать того самого эстеблишмента который начиная со второй мировой войны ничего хорошего дипломатические не делает и консерваторы мечут грома и молнии в его адрес пытаются что-то изменить но пока без большого успеха трамп начал менять но не знают дадут ли ему возможность продолжить поэтому к блинкину у меня доверия никакого нет возможно в жизни это действительно милейший очаровательный человек но то что он будет проводить политику не американскую как это делал тот же помпео например а политику вот этого вот того самого эстеблишмента который от интересов ша оторваны и будет ориентирован опять на то чтобы соединенные штаты возвращать во всякие никому ненужные соглашения договоренности и так далее и тому подобное и страну ослаблять по моему убеждению все эти договоренности а не америку ослаблять не только по моему кстати это для меня безусловно поэтому я от него ничего хорошего не вижу от его деятельности если он все-таки станет госсекретарем но к сожалению если дело дойдет до его утверждения даже если мы получим все-таки республиканское большинство в сенате я думаю он утвержден будет потому что придраться к нему реально не из-за чего даже то что он имел отношение к пресловутой иранской сделки который мы сегодня будем еще не раз возвращаться ну не удастся это ему поставить серьезную вину поэтому если байден или харрис окажется в белом доме в январе то утверждение блинкина я думаю это дело решено к сожалению нельзя никак повлиять на назначение джейка салливана тут опять постарались ничего не могу сказать товарищи закружение байдена и они двух очень мутных людей ко второму позже вернемся поставил продвигают на посты которые утверждения в сенате не требуют а иначе этим людям пришлось бы нелегко вот салливан будет советником по национальной безопасности и конечно же человек весьма и весьма удручающий устрашающий но это как представьте себе если бы трамп назначил вдруг своим советником рабакера который республиканец но который очень путина любит как бы его заклеймили в прессе а салливан шестнадцатом году когда вроде бы уже в администрации обамы знали о действиях и очень хорошо знали и путина и спецслужб в том числе и по пресловутому вмешательство выбора в шестнадцатом году говорил что нет там с россией все будет хорошо мы договоримся викилик знаете я терпеть не могу но ничего не могу сказать вспомню их хиллари клинтон он писал что в сирии аль каида наш союзник досье стила и там он по как бы то ни было поучаствовал и в скандале сервером он и кругом он ну и плюс естественно тот же самый салливан рассказывал нам тоже где-то наверное лет пять по моему назад что подъем китая это вообще замечательно и надо всячески это поощрять и поддерживать сейчас он немного какой-то отход обозначает от своих позиций но в принципе человек который заявляет подобное о китае о россии и об аль каиде и вдруг он становится советником по национальной безопасности ну тут есть о чем забеспокоиться на тайване очень обеспокоены например его назначением тем более что остановить его республиканцам не удастся как я уже сказал и там же в этой команде уже совета по национальной безопасности у нас все всплывает как вы знаете джон керри с одной стороны конечно хорошо что он всплывает там потому что чем меньше обязанности у джона керри тем нам всем спокойнее это человек который обладает просто удивительной способностью оказываться не там где надо говорить не то что нужно и делать прогнозы которые полностью не оправдываются но так как он у нас будет брошен на борьбу с климатом то сами знаете есть только одна вещь опаснее чем глупый человек это очень усердный глупый человек и керри и там может конечно же дело наворотить сколько нам мало не покажется так что во внешнеполитической команде ну вот я трех человек выбрал так или иначе с ней связанных ну радоваться естественно нечему а в разведке ситуация не намного лучше потому что байден изливается восторгом в адрес эврил хайнс который он собирается ставится во главу разведки вообще хайнс 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 и так и так слышал я произносит фамилию так вот она это тоже абсолютно болотное существо так скажем она произрастает из развед бюрократии и ничего путного она конечно же в разведку не принесет более того у меня есть большие опасения насчет того как при ней американская разведка будет взаимодействовать с разведкой израильской это очень важный момент вы сами понимаете потому что вообще-то хайнс она была среди тех кто подписывал письмо против программы дем партии но не в том плане что программа слишком лево а в том плане что надо активнее вот требовать от израиля прекратить бороться с поселениями на каких-то несуществующих до оккупированных территориях и так далее и тому подобное в общем она точно не показала себя другом израиле и попадание женщины в главу разведки это серьезная повод для беспокойства на мой взгляд как там на нее отреагирует сенат я не знаю ну вот и поглядим напротив во главе цру может оказаться человек в этой компании которые выглядят едва ли не самым ну почти достойным это майкл морел я не стану говорить что он ему какие-то петь дифферамбы и так далее потому что морел он такой типичный функционер разведыватель очень скользкий и не поймешь с кем он за кого он и что от него вообще ждать потому что при обаме он налаживал контакты с консерваторами его книгу о борьбе с терроризмом никто нибудь рекламировал о шон хеннете так на минуточку он охотно давал интервью консервативным изданием можете их поискать они все в открытом доступе но при этом заодно он участвовал во всей этой муторной истории с сокрытием правда бенгази так как тогда он был одним из ведущих людей в цру и в шестнадцатом году естественно полностью обозначил себя сторонником хиллари при этом он один из первых представителей разведэстеблишмента кто стал объявлять досье стила фальшивкой и говорить что это все дезинформация и скорее всего это просто действия российской разведки против америки он один из первых в разведэстеблишменте кто стал говорить что никаких доказательств пресловутого колюжина нет то есть еще раз вам говорю человек старается успеть и там и там и поэтому с одной стороны его назначение это наверное не худший вариант потому что он не будет совсем уж портить отношения со своими консервативными друзьями но с другой стороны против большинства вот этого либерального кабинета он тоже конечно же не пойдет поэтому и от него ждать чего-то замечательного нам не стоит но на общем фоне повторяю морелл не худший вариант хотя и вот и назначение могут сорвать категория демократы уже сенатор рон вайден гневается что морелл участвовал до в программе усиленных допросов до пресловутых пыточных поэтому его никак нельзя утверждать поэтому здесь может получиться такая ситуация что его назначение сорвут демократы и неизвестно даже дойдет ли он до утверждения в сенате кого на его место поставить мне сложно сказать но и третий раз говорю на общем фоне морелл был бы не худшим вариантом и завершая да уже завершая наш первый сегмент еще о двух кандидатах уже внутриполитических это нира тандем которые отридают собираются отрядить во главу не то трех прошу прощения во главу административно-бюджетного управления это будет элемент просто-напросто катастрофа потому что тандем это совершенно левая тетка она командует мозговым центром левом она не так давно возмущалась как это можно утверждать судью баррад и проклинала всех республиканцев митча маконнеллы но президенте я уже молчу и хотя республиканцы уже говорят что вот эту тетеньку мы точно не пропустим и она утверждение не пройдет но посмотрим надеюсь что действительно этого не произойдет потому что пускать ее вообще в администрацию это очень плохо а уж пускать ее на в администрацию в бюджетные организации которые занимаются бюджетом но это сами понимаете майоркас александро майоркас тоже человек которого по хорошему республиканцы должны завернуть он должен по идее возглавить министерство внутренней безопасности потому что если байден нужен человек демократа там чтобы открыть границы да и сделать это на законных основаниях через бюрократию то майоркас это действительно идеальный кандидат потому что во время во времена обама он в общем именно этим и занимался все эти амнистии пресловутая дака и все такое прочее это все ну не скажу чтобы только его рук дело но то что он их активно воплощал в жизнь это само собой и теперь когда он из просто чиновников министерства станет его главой то здесь последствия такого назначения они будут но опять же плачевные и последний уже о ком я вам хочу сказать это рон клайн который будет главой аппарата белого дома его утверждать не будут к сожалению очень плохо потому что клайн это тоже личность отвратная во первых он тоже кругом повязан с разнообразными левыми организациями в том числе через свою жену которая известная зеленая активистка и с компаниями с какими-то конторами с занимающимися абортами он тоже связан но для меня другой болезненный момент и кстати он может быть не только для меня болезненным клайн уже давно с байденом общается и еще в начале 90-х он был его помощником при утверждении судьи томаса то есть во многом травля судьи томаса это дело рук и клайна тоже и в дальнейшем клайн занимался проталкиванием нужных левых судей судья гинсберг во многом попал в верховный суд благодаря ему и теперь когда клайн становится правой рукой байдена а может даже и больше чем правой рукой учитывая состояние потенциального президента то кто попадет в верховный суд в случае отставки брайера она я думаю произойдет уже точно или если не дай бог что-то случится с томасом или алита которым лет уже тоже много не забываем ну трудно себе представить вернее представить то можно но делать этого не хочется поэтому а клайн точно будет участвовать в назначении или в проталкивании нужных судей так что все вот то что я вам сказал это обозначает ну во первых то о чем я и говорил уже не раз что администрация байдена может оказаться даже хуже чем администрация скажем сандерса потому что вроде бы заведомых леваков кроме Танден и того же клайна нет но вся вот эта вот мутная болотная публика они могут нанести гораздо больше вреда именно из-за своей внешней респектабельности но и второе представить себе что людей из администрации Обамы будут называть умеренными мы с вами наверное и не могли лет 10 назад тем не менее это действительно происходит и мы это с вами видим это лишнее подтверждение того что в демпартии происходят вещи очень и очень нехорошие поэтому к чему чем закончится эпопе с выберами мы не знаем но то что до последнего надо стараться чтобы вот эта компания в Белом доме не оказалась это уже безусловно и бесспорно такие назначенцы они ничего хорошего ни Америке ни всему миру не дадут по моему убеждению так что увы тут я вам ничего оптимистического в конце не могу сказать сами понимаете почему но наверное здесь умолкну и если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово я лишь скажу что я понимаю демократов поскольку партия двинулась просто влево под давлением наиболее активной ее части это понятно меня обескураживает когда так называемые республиканцы люди которые называют себя консерваторами приложили максимум усилий для того чтобы призвать своих единомышленников голосовать не за Трампа а за Байдена ну вот вы перечислили имена потенциальных назначенцев в кабинет Байдена и хочется взглянуть в глаза таким республиканцам в кавычках и сказать вот то что вы в перспективе ожидаете это вас устраивает больше вы называете себя консерваторами а вот эта команда которую собирает Байдена она консервативна она отвечает вашим консервативным взглядам вообще что-то вот меня это больше всего от этого меня вызывает чувство возмущения честное слово когда люди которые называют себя республиканцами или консерваторами призывают голосовать за Байдена и не голосовать за Трампа то есть похоже это все-таки психическое заболевание но я понимаю что некоторые так сказать преследуя свои меркантильные интересы это делали а некоторые просто что-то произошло в голове в 16 году после 7 ноября что-то кликнуло перевернулось перемкнуло и похоже это какое-то психическое состояние это ненависть полностью согласен потому что действительно но не любите вы Трампа но абстрагируетесь от своей неприязни кто лучше Помпео или Блинкин совершенно верно О'Брайан который пытался реформировать совет по безопасности или Салливан про которого я только что рассказывал Воут который пытался урезать госрасходы или Леватская Танден во главе вот этого самого офиса по бюджету администрации и так далее и тому подобное не нравится Трамп понятно но кого вы получаете вместе с Байденом Да хорошо последнее время идут разговоры о ликвидированном руководителе ядерной программы Ирана но вот что о нем вы можете сказать Да знаете меня здесь очень умиляют заголовки и здесь они как ни странно очень были похожи и в мейнстрим западной прессе ну и в нашей официальной у нас почти сейчас официально то есть открываешь новости известный иранский ученый убит да трагедия ужас какой ученый все такое а то что великий ну не великий вообще иранский ученый вообще-то был бригадным генералом стражей исламской революции вот об этом как-то нам не рассказали и Максен Фахри Заде вообще-то человек из той публики которые ученые это может быть и ученые но которые целиком и полностью поставили свою деятельность на службу своему собственному тоталитарному режиму и если вы посмотрите чем этот мирный якобы ученый занимался помимо того что делал карьеру в стражах исламской революции то увидите что занимался он делами весьма и весьма непотребными а точнее созданием иранского ядерного оружия и занимался он этим очень давно был такой проект АМАД он еще в 90-е годы действовал который имел целью как раз создание более совершенных моделей ядерного оружия и сотрудничали тогда иранцы с таким тоже весьма мерзким товарищем из Пакистана как Абдул-Кадр-Ханом тот славился тем что помогал создавать ядерное оружие всем кому не надо но когда как бы вы не относились к действиям Буша на Ближнем Востоке в Афганистане и так далее когда Буш показал что все-таки Америка серьезно относится к атакам на себя то надо признать товарищи испугались и Хана в Пакистане спешно под домашний арест засунули и этот самый проект Амат его якобы прикрыли в 2003 году но потом естественно иранцы ребят тоже ушлые прикрыть то они его прикрыли но на самом деле это было только на слова и ему дали какое-то более красивое название и продолжили его развивать и товарищ Максен в этом плане тоже довольно-таки успешно им и руководил более того где-то году так в 2007 когда уже стало понятно что то что сейчас происходит это в прямом смысле слова развитие того самого проекта Амат только по другим названиям на него были наложены санкции в ряде стран ему было запрещено въезжать в эти самые страны и в целом ну к нему отнеслись как к обычному террористу и в общем-то правильно сделали но потом на помощь товарищу генералу пришел американский президент точнее Обама Обама который как вы помните был очень изобочен миром с Ираном и сначала он начал доставать Израиль требованиями чтобы вот эта вот ликвидация людей связанных с иранской ядерной программой прекратилась и это не какая-то разведконспирология это известные факты что Обама действительно этого требовал а когда случилась пресловутая иранская сделка создатели которые как мы только что говорили могут вот-вот вернуться в Белый дом то все санкции с Фахризаде чудесным образом сняли и он оказался абсолютно свободным человеком который может делать все что хочет и как все мы знаем несмотря на красивые слова и заверения что теперь Иран у нас ядерное оружие не будет делать разумеется работа над этим самым ядерным оружием продолжалась самым что ни на есть замечательным образом и если учесть что вся та публика которая сейчас Белый дом рвется готова вернуться и клятвенно заверяет что иранская сделка будет возвращена и тот же самый Блинкин якобы центрист нам обещает что да вот это все Трамп естественно испортил а вот сделку восстановим и все будет хорошо то понятно что Фахризаде стражи исламской революции и же с ними они конечно же оживились и имели полное право рассчитывать на то что они будут свое черное дело продолжать да еще и с наименьшими с наименьшим препятствием со стороны пресловутого даже международного сообщества хотя международное сообщество и так им не особенно мешало прямо скажем но вот тут вышла неудача и генерала тире ученого убили кто его убил ну непонятно я не буду выдвигать никакие предположения если это действительно сделал Моссад сделали израильтяне честь и хвала как написал полковник Ричард Кемп которому я сегодня еще тоже вернусь это действие оно спасло определенно очень много жизней мы даже никогда не узнаем сколько сколько жизней вообще спасает израильская разведка знает очень мало кто к сожалению хотя разведка такая штука что нельзя об успехах говорить но на самом деле это мог быть и не только Израиль я не хочу отбирать награду израильтян я надеюсь что это они но в нынешней ситуации кстати говоря это могли быть и представители какой-то арабской страны потому что арабы на самом деле боятся что с возвращением Байдена Ирана опять будет набирать силу а им то что в эпоху Трампа арабские государства вдруг стали искать контактов с Израилем мы уже об этом говорили не раз что им это Иран припомнит и оставшись без помощи штатов Байден явно сосредоточится на заигрывании с Ираном у них будут серьезные неприятности поэтому я бы не удивился если бы та же саудовская разведка эту ликвидацию провела тем более что саудовцы уже видели помните историю Хашоги что им можно пока Трампу власти исламистов и тому подобную публику ликвидировать они вполне могли это сделать сами или опять с помощью Израиля я уже не буду утверждать ничего но как бы то ни было ликвидация это дело благородно и если вас возмущает то что я это называю благородным делом то знаете как столь симпатичные мне люди в Северной Ирландии говорят что есть такое понятие как legitimate target то есть когда идет война будем откровенны Иран ведет войну против арабских стран и против Израиля не такую открытую но ведет и против Америки тоже кстати то люди которые в этой войне участвуют и чья деятельность может привести к большому количеству жертв да их приходится убирать потому что война это война и заметьте кто вдруг забил копытом в Соединенных Штатах это Джон Бреннан бывший глава ЦРУ человек который на минуточку проводил жизнь программу точечной ликвидации опять же террористов ну кого он там устранял своих недругов поверье или реальных террористов это уже другой вопрос но он этим занимался и теперь он старается вот как-то развести что якобы то что делал ЛОН это было правильно а вот то что случилось сейчас это нехорошо потому как вот ученый и так далее и тому подобное и здесь я опять обращаюсь к полковнику Кемпу который напомнит ветерана и британских вооруженных сил и британской разведки и более того который с Бреннаном общался Кемп написал статью даже в ответ Бреннану где вполне резонно указывает что когда они встречались Кемп был в разведке британской на ведущих ролях примерно в то же самое что и Бреннан то Бреннан очень гордился тоже вот этими своими точечными ударами ликвидациями и негоже сейчас Бреннану так себя вести потому что он себя выставляет ну мягко говоря с худшей стороны много чего скажут о том какой как плохо что убили Фахризаде и какой он был ученый а не пособник да и сам террорист на самом деле и что убивать его это очень плохо но давайте все таки согласимся с разумным представителем армии разведсообщества большим другом Израиля Америки и надеюсь всех нас Ричардом Кемпом и скажем что террорист который создает ядерное оружие должен быть ликвидирован может это следовало сделать даже и раньше но сделали сейчас и заметь ликвидацию Сулеймани и Фахризаде это заслуги того самого Трампа а я скажу вам что даже если американская разведка никакого отношения к ликвидации Фахризаде не имела то сама обстановка самого президентства Трампа но этому посодействовало конечно так вот все это такая помощь Ближнему Востоку которую еще не скоро оценят ну а если историю будут писать товарищи которые могут прийти в Белый дом из нашего первого сегмента то к сожалению оценить ее будет невозможно вообще но в целом радоваться смерти человека нельзя но сказать что без террориста на земле стало лучше я считаю можно а именно это и произошло если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв буквально пару минут после чего вернемся и продолжим напомню и столько предательства и столько предательства встания Трампа и удивительно как он вообще эти 4 года выдержал это нужно быть Трампом и вообще какая перспектива всего этого так вот и будем ждать когда коллегия еще какая-нибудь хрень появится которая любит не любит нас но любит себя и решит все в пользу себя какие перспективы спасибо я все-таки думаю что все кончится Верховным судом потому что судьи низшей инстанции они не решатся отменять принимать такие решения которые отменят результат я вам в прошлый раз говорил про решение судьи Бранна и который исходит из того что если несколько голосов ложные неправильные или нескольким людям отказали в праве голосовать то он не имеет права отменять выборы вообще так как пострадают интересы тех людей кто проголосовал правильно и я думаю что вот это вот его заключение его будут придерживаться и дальше при этом еще раз обращаю ваше внимание что Бран хотя и был назначен Обамой но это судья скорее из консервативных кругов поэтому даже такие судьи они на низшем уровне не будут ничего делать на законодательные собрания штатов о чем мы тоже говорили вряд ли станут аннулировать результаты голосования тоже так что я думаю Верховный суд а там тоже все не так легко потому что Робертс заметьте уже пожалуй полностью перешел в либеральное крыло а судью Томаса хотя мы все предвкушаем их встречу с Байденом но на него будет огромное давление чтобы он вообще отказался от участия в этих слушаниях так как будет считаться что у него конфликт интересов учитывая его давние отношения соответствующие все с тем же скован по рукам и ногам вот так спасибо и следующий вопрос добрый день пожалуйста вы сказали о том что все будет решаться в Верховном суде но вчера Трамп заявил о том что все пути к Верховному суду левые как-то перекрыли и не дают возможность пробиться туда это мой первый вопрос и второй вопрос вот мы надеемся на то что 5 января должны будут пройти выборы в Сенат в штате Джорджия но там сосредотачиваются левые силы и из других штатов приезжают они регистрируются и не повторится ли то что произошло с президентскими выборами и левые тоже так же безнаказанно выбирают спасибо да спасибо вам но Верховный суд все таки я думаю до него дело дойдет потому что если я правильно помню систему то если отпадает отвергается иск в низших инстанциях то он подается дальше дальше и дальше и дойти-то до Верховного суда он может в конце концов решится ли Верховный суд его рассматривать или нет тоже вопрос но дойти я думаю дойдет что касается Джорджии то там да ситуация сложная потому что Кемп который казался человеком достойным ну вот не подтвердил те надежды что на него возлагались и с масками хотя клялся что не будет их вводить но вроде как вел и когда началась вся эпопея с пересчетом он вообще куда-то пропал от него ни слуху ни духу не было потом вроде появился начал какую-то там деятельность изображать но у меня такое впечатление что он действия в штате не совсем контролирует что очень плохо поэтому да нельзя ни в чем быть уверенным может произойти все что угодно но нам остается только надеяться на лучшее что все-таки сколько там я не знаю получится в идеале оба сенатора конечно же но если хотя бы один пройдет уже хорошо добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день скажите пожалуйста Иван вы что-то слышали насчет перестрелки в Германии связанной с машинами Доминион нет к сожалению но если и слышал то очень отдаленно поэтому лучше не буду ничего говорить подробностей не знаю да мне довелось послушать почитать вернее статьи но в официальных источниках нигде об этом не говорится хотя там такой триллер вообще описывается что была стычка между спецназом разведкой военной и ЦРУшниками что якобы погиб один офицер ЦРУ там объявили о том что он погиб где-то в Сомали и погибло пять военных и якобы о них объявили как о погибших в вертолетной катастрофе над Египтом в общем такой триллер описан не знаю насколько это правда но сегодня во время слушания во всяком случае говорили о сервере который полковник бывший как эксперт в команде Трампа адвокатов он говорил о том что сервер находился во Франкфурте и что они проследили трафик большое движение то есть трафик из штатов туда именно в общем а по поводу вот перестрелки я читал где-то но это не знаю я не знаю это такой триллер и подтверждение я где-нибудь нигде не нашел добрый день пожалуйста хотя трудно себе представить что масс-медиа будет что-то нечто подобное сообщать добрый день пожалуйста спасибо за передачу Иван скажите пожалуйста вот Нью-Йорк Таймс опубликовала по сведениям из ЦРУ из из первых рук ученого Ирана убили израильтяне можно ли как-то эту газету наказать за все эти самые ложные данные или ну к сожалению нет потому что есть первая поправка она их будет защищать а так конечно же то что Нью-Йорк Таймс это уже давно газета правда примерно более того даже с той же пары что и газета правда то есть мы помним что в 30-е годы они писали про милейшего немецкого гражданина даже не буду его фамилию называть вы и так понимаете о ком я и дальше прославляли и Кастро и кого угодно так что ну да помойные здания давно им стало но увы пока не будут пойманы на откровенной клевете их привлечь нельзя будет ни к чему и даже если их поймают на клевете то доказать будет очень сложно это действительно очень сложный процесс чтобы доказать что они это написали специальные чтобы нанести ущерб кому-то чтобы кто-то пострадал общем на примере Шарона Виктор Вольский рассказывал о том что была попытка там когда Шарона объявили обвинили там в убийстве в поселении в лагере беженцев и Шарон попытался вменить иск и ничего не получилось потому что доказать практически невозможно такие законы хорошо 105-е годовщина со дня рождения Пиночета а фигура неординарная фигура знаменательная об этом да у нас к сожалению времени мало поэтому давайте я наверное обозначу а вернемся мы к теме через неделю все таки я почему на него обращаю такое внимание во первых ну мне наверное придется немного повториться но с другой стороны прошло два с лишним года когда мы рассказывали о годовщине переворота в Чили я думаю мне будет позволительно кое-что повторить а второе если я немного воспроизведу вам саму канву событий что почему я на этой теме останавливаюсь именно сейчас и почему нам юбилей Пиночета важен сама вот модель взаимодействия американского консерватизма и американских лидеров с авторитарными лидерами я не говорю диктаторами кстати это все таки немного другое как она должна выстраиваться как тот же самый госдепартамент и спецслужбы ее сильно извратили и что можно сделать сейчас вот об этом мы наверное уже более подробно поговорим в следующий раз потому что сейчас конечно же таких людей как Пиночет Годин Зьем Чан Кайши мы не наблюдаем но то что они сыграли роль положительную в истории это безусловно а вот каким образом почему и как им в этом мешал либеральный эстеблишмент мы тогда как я сказал уже поговорим в следующий раз наверное ну и проведем некоторые аналогии между любовью левых к диктаторам и их отношению к тем лидерам кого я назвал и тем что нас ждет опять же в случае победы Байдена и приходе и приходы его команды к власти так что естественно будут и другие новости но к пиночету вернемся через неделю тогда совершенно верно у меня просто часы которые напротив меня атомные часы которые якобы должны настраиваться они на 10 минут почему-то у меня назад показывают поэтому я не обратил внимание что времени совсем не осталось хотя тема действительно интересная заслуживает внимания иван огромное спасибо через нигерию вернемся к пиночету обязательно поговорим на эту тему всего вам доброго удачи здоровья спасибо и вам всего самого хорошего до встречи через неделю до встречи до встречи Продолжение следует...